Все думают, что я критикую только Францию, её сервис, банковскую систему. Во-первых, если вы так думаете, посмотрите другие видео на моём канале, вот, и узнаете, как я эту критикую. Во-вторых, сейчас я вам покажу кое-что хорошее, позитивное, я буду хвалить Францию. Вот пришла новая карточка, банк, вы знаете, всем известный по сталь, вот, и новый сделали, этот, как сказать, новый дизайн у неё. Во-первых, тут поменялась чуть картинка, и тут, вы заметьте, нет ни цифр, ни имени, ни фамилий, никаких данных нет, и теперь данные, они только сзади. Причём у Тинькова такая карта была, ну, уже, наверное, лет 5 прошло, они такие карты делали, я просто получила, наверное, может, лет 5 на эту карту, может быть, они сразу такие выпускали, не помню. Ну, короче, у Тинькова давным-давно уже вот такая вот была система, что сзади вот так вот они рисуют цифры, карты, ну, номер карты, да, и было вот уже у Тинькова давно. И Франция, наконец-то, вот, новый дизайн придумала, дошли новые технологии, и это не только с карты, с банковской. Ну, как, это касается тоже ещё одного нововведения банковской системы, банковской системы Франции. Ещё покажу вам. Вот такой буклетик мне прислали. Во Франции появился кэшбэк! Вы представляете, что это такое? Мы тут во Франции, я хоть не знаю, что это такое, читаем. Короче, можете выбрать на разные товары, тут можно на продукты, на автомобили, мотоциклы, красота, здоровье, короче, для сада, там, бриколяжи всяких, ремонт для детей. Вот можно выбрать категории, короче, которые у нас уже были давным-давно, и у нас, я уже не знаю, сто лет это всё было, но молодцы французы, да? Вот, всё-таки продвигаются, хоть и семимильными шагами, но вот молодцы, вот они, наконец-то, потрудились и сделали что-то нормальное. Вот, ещё можно подключить карту к своему, в телефон, внедрить, в общем, Apple Play или Samsung Play, Pay, не Play, а Pay. Можно, короче, оплачивать, вот так вот, да, я так понимаю, телефоном, вот это вот модненько тут. Вот, до Франции дошли технологии новые. Теперь мы немножко приблизились к цивилизации. Вот, будем теперь модные, такие же продвинутые, вот, с модной карточкой. Так, ну, в общем, что вы думаете об этом всём? Ну, мы тут, конечно, вот, я карточку, получается, завела, я, ну, как бы, бываю в России же, приезжаю наездами пока что, вот, пока мы не переехали. И я каждый раз приезжаю, что-то новенькое. Вот, я тогда приезжала, я не знаю, мне кажется, лет пять прошло, вот, точно не помню, вот эту тиньковскую карту дали, я уже смотрю, и там другие карты, что, о, какие технологии, кэшбыки, что это такое? Я смотрю, там, вот эти вот все новые, ну, в России, наверное, давно, я не знаю, вот, сколько лет назад появились в России эти технологии. Можете написать, у кого давно вот эти все карты с кэшбэками, когда это вообще появилось. В общем, сравним, когда это у кого появилось. Ещё интересно, как вообще в других странах, вот, во Франции, кэшбэк, вот, по крайней мере, нам прислали первый раз. У нас до этого никогда не было кэшбэков, карты у нас разные есть, вот, у кого как, может, там, в Германии по-другому, в каких-то там, не знаю, в других странах, в Америке как, я не знаю, мне кажется, в Европе может быть примерно одинаково, но мне кажется, есть страны в Европе, которые, может быть, чуть-чуть продвинутые, менее продвинутые в этом плане, в банковском сервисе. Если вы мне напишите много комментариев, своих историй из разных стран, я это всё соберу и расскажу вам, что получилось. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится, ставьте лайки, это так пальчиком, чик, лайк, вот, я вам буду благодарна. Ещё можете стать моим спонсором на YouTube-канале, там есть, вы посмотрите виды спонсорства, вот, буду там снимать закрытые видео интересные, чисто для спонсоров. Там ещё какие-то бонусы есть, вы посмотрите, всё. Есть ещё функции, суперспасибо, вы тоже можете, как я уже говорила, угостить меня капучино. Там, в принципе, суммы небольшие, но если вам интересен такой контент, хотите отблагодарить меня как автора, я буду вам благодарна. Всем спасибо за лайки, за внимание, всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!